Из Греции в Иваново уже совсем скоро Олимпийский огонь прибудет в нашу губернию. По областному центру и Плесу с факелом в руках пробегут люди самых разных профессий. Всего 100 человек. Некоторым из них всеобщее признание сегодня в свое время стоило колоссальных усилий. Спортсмены-паралимпийцы. На собственном примере они доказали, что все барьеры и ограничения они внутри нас. И человек может намного больше, чем кажется на первый взгляд. Николай Шарин. Мастер спорта по русскому пауэрлифтингу. Победитель параспорта Киат СФО. Быть факелоносцем для него большая честь. Молодой человек признается, чем ближе этот момент, тем волнительнее. Когда я узнал, скажем так, эмоциональных каких-то взрывов не было. Но чем дальше подходит этот момент, когда все произойдет в действии, осознание того, что все-таки это очень значимое не только для нашего города и для нашей страны действие. Это действительно так. Оно как-то наполняет тебя внутренним духом. Позитивно, конечно. Недавно Николай вернулся с Кубкой России по пауэрлифтингу. Там иландский спортсмен отжал от груди 145 килограммов и стал четвертым. Однако спорт для будущего факелоносца – не единственное занятие. Весной и летом в оздоровительном центре он работает с детьми-инвалидами. В 2010 году в Ломах Николай готовился к параспорта Киаде и в процессе тренировок познакомился с ребятами. У руководства того лагеря уже были в планах работы с детьми, имеющие инвалидность. В частности, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Меня пригласили, попробовал. Вроде получается. Николай занимается с детьми. Параллельно тренируется сам. Спорт по-прежнему для него одно из главных занятий. Тем более, что амбиции пока сильны. И планов много. Хочется попробовать себя не только в тяжелой атлетике, но и в других видах спорта. Например, те же самые лыжи, про которые я только что сказал. Грибли на байдарках и кануэ – тоже интересный вид. Когда у нас была спорт-океада в этом году в Ивановской области, пятая уже по счету, мне довелось сесть в байдарку, попробовать себя в этом. Пробовал я и в прошлом себе году. Интересно. Вода, ветер. Брызги – здорово. Чемпион мира по паре тэквондо Артур Кан – детский тренер с многолетним стажем. С детства спортсмен мечтал заниматься единоборством. В 10 лет переехал из Узбекистана в Иваново. Здесь боевое искусство еще не особо практиковали. А потом была травма руки. И спорт пришлось отложить. В мои 20 получилось, я увидел объявление заниматься тэквондо. Но в связи с травмой, то есть я в других единоборствах пробовал себя, но неудобно просто. А так как тэквондо в основном удары ногами используются, поэтому мне понравился этот вид спорта, и я решил им заниматься. В 2009 году Артур стал первым чемпионом мира по паре тэквондо. Не раз побеждал на турнирах по обычному тэквондо. Другими видами спорта он не интересуется. Зато все, чем владеет, готов передать детям. Просто надо каждого ребенка понимать таково, какой он есть. То есть, естественно, все, не просто дети, люди разные, но дети, они немножко интереснее, что с ними надо так же, как они. Где-то по-детски, где-то по-юношески, где-то уже вот как постарше ребята. То есть, я так думаю, что на этом находится общий язык. Воспитанникам тоже есть что сказать. Кстати, Артура Владимировича они ценят. Особенно ребята постарше понимают, насколько им повезло с тренером. Хороший. Он нас учит ударами. Иногда ездим мы с ним на соревнования. Добрый. Иногда злой, когда мы чего-то, ну, он нас поправляет, а мы чего-то все равно это не так делаем. Но так хороший. Артур Владимирович всегда объективен. Я с ним уже работаю 9 лет, поэтому он каждому, вот при всех учениках, он каждому находит свой подход. И с каждым старается разговаривать так, как это ему будет более эффективно. С некоторыми построже, с некоторыми наоборот. Старается больше объяснить. Ну, иногда надо, конечно, кричать на кого-нибудь. Все бывает. Факел Артур Кан понесет в плесе. Для него честь представлять паралимпийцев. Тем более, что сейчас они себя очень хорошо показывают. Само вот это удержание, пусть он горит, не горит даже, если он даже потухнет, для меня это не будет какой-то приметы или что-то. В любом случае это очень красиво, интересно и в жизни очень хорошие моменты. Олимпийский огонь в Иванове для одних – это настоящий праздник, для других – просто увлекательное событие. Есть и горожане равнодушные к этому. Однако уже совсем скоро факелы, пронесенные по губернии, станут историей сочинских Олимпийских игр. И каждый Ивановец так или иначе станет сопричастным к этой истории. Елена Белова, Олег Мелехин, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.